Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Я ее ведущий Дмитрий Аграновский. И сегодня мы обсуждаем ситуацию в энергетической сфере. Бензин, нефть, электричество и цены. Гости нашей студии. Митяев Дмитрий Аркадьевич, президент Центра системного прогнозирования. Дмитрий Анатольевич, генеральный директор Института проблем энергетики, доктор технических наук. Семикаш Валявович, заведующий лабораторией прогнозирования топливно-энергетического комплекса Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН. И Щербанин Юрий Алексеевич, заведующий кафедрой нефтегазотрейдинга и логистики РГУ нефти и газа имени Губкина, доктор экономических наук. Дмитрий Аркадьевич, я так понимаю, сейчас целая битва разворачивается между Игорем Ивановичем Сечиным и правительством по поводу этой заморозки цен на топливо. Нефтяники говорят, что это абсолютно не рыночная мера, которая может причинить убытки и просят вернуться к так называемым рыночным механизмам. Правительство пока говорит, что нет, надо цены держать. На ваш взгляд, кто прав и чем все это закончится? Не закончится ли это ценовым взрывом неким? На мой взгляд, в данном случае оба не правы, обе стороны не правы. Просто это некоторое достаточно автоматическое следствие того налогового маневра, который правительство осуществляет уже несколько лет и собирается в ближайшие 3-4 года заканчивать. То есть это налоговый маневр, он направлен на выравнивание внутренних цен на все, на все энергоносители со внешними ценами, а это означает, что за это должен кто-то платить. В данном случае должно платить население и промышленность, экономика, бизнес. Поэтому, чтобы там не придумывали обратные демпфирующие акцизы и прочие всякие приблуды, это все не дает никакого решения в долгосрочном плане. То есть если действительно стратегия выравнивания и лишения российской экономики богом данных конкурентных преимуществ в виде дешевой энергии, то при нашей изотерме, что мы знаем, то последствия будут такие, какие они есть. То есть нефтяная промышленность стонет и говорит, что дайте нам льготы, дайте нам дотации во всех формах. Иначе мы, мол, как говорит наше министерство энергетики, в каком-то там 2030 году вообще перестанем нефть добывать и будем ее импортировать, нефтепродукты, что тоже является некоторым большим лукавством. Но тем не менее, именно об этом идет речь. Если мы открылись и собираемся дооткрыться до того уровня, как там может себе позволить какая-нибудь Восточная Европа, или от чего сейчас с другой стороны стонет Беларусь, которую мы тоже переводим вслед за собой на такие же цены, то, соответственно, для нашей страны это, на мой взгляд, в принципе, нереально и невозможно. Хотя это мечта Егора Тимуровича Гайдара. Помните, он говорит, что не удалось сделать? Отпустить цены на энергоносители. Но вот все-таки вот этот спор Сечина с Медведевым, это действительно спор о рыночных механизмах? Или нефтяники просто хотят получать дотации, льготы, а на нас перекладывать убытки? Нет, но еще раз говорю, на мой взгляд, никаких рыночных механизмов не существует при том, что выбран курс и вектор на то, чтобы перейти на мировые цены и уйти от экспортных пошлин. Никаких рыночных механизмов быть не может. Юрий Алексеевич, а на Ваш взгляд, как Вы оцениваете состояние нефтяной промышленности в целом у нас в России? И насколько она соответствует той экономике, которая у нас создана? Может быть, она находится в привилегированных каких-то условиях или она играет по общим правилам? Ну, во-первых, хочу сказать, что нефтяная промышленность Российской Федерации, а под нефтяной промышленностью сейчас понимается весь комплекс. Если раньше нефтяная промышленность, это было бурение промысловой добычи, отдельно транспортные вопросы решались в рамках глав транснефти, и нефтепереработка, нефтехимия, это было другое министерство, то сейчас нефтяная промышленность рассматривается именно в комплексе. На мой взгляд, она развивается вполне нормально. В последнее время прошло много мероприятий, скажем так, по модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Увеличилась глубина переработки нефти, это не секрет. Что касается работы в целом, то вы видите, каждый год у нас прирост добычи, и если бы не вот эта квашня с опеком, то добыча у нас бы росла и дальше. Влад Сокандалович, а вам не кажется, что нефтяная промышленность у нас как-то стала некой вещью в себе? Действительно, там все неплохо, сама для себя работает, и действительно, им изнутри неплохо. И какой процент сейчас от ВВП составляет у нас нефть? И вообще, что тут можно с цифрами интересные сказать? Специально сделали работу, где посчитали затраты конечных потребителей нашей страны, то есть это промышленность и население, коммерческие организации, в долях ВВП, на следующие три позиции. Электроэнергетика, электроэнергия, углеводородное топливо и тепло. У нас сегодня более 10%. Точность, там, так сказать, еще не все, не всегда, но вот плюс-минус, 10-10,5%. Это очень много. В Америке 4,1%. То есть 2,5 раза в Америке в долях ВВП меньше, чем у нас. Хотя американский топливный комплекс для их экономики примерно одинаковый с нами. Нефть у них своя теперь, электроэнергия своя. Тепло или печное топливо свое практически так же, как у нас. Но 4,1% и 10,5% это колоссальная разница. Еще одна цифра. В мире, это вот ребята, профессор Цибульский делал из Курчатского института, показывал, что если в мире более 10% в долях мирового ВВП топливный комплекс, криз, мировой криз. Это был 72-й год, это 29-й год. И дальше отскок до 7-8%. То есть, ну, мир это мир, а мы вот уже больше 10. Что мы имеем? Стагнацию. У нас нет экономического роста. И ближайшие годы не будет. Потому что при таких высоких... Обещают вроде бы другое. Нет, знаете так вот. У нас надо брать людей, которые что-то обещают. И спрашивать, что было. Чубайс обещал нам дешевые электроэнергии. Хотя ничего нет. Но он нам изначально две Волги обещал. Я даже не говорю о том, что две Волги. То же самое здесь. Обещают экономический рост. Но юноша, юный министр экономики, на вопрос не мог ответить в Думе. А что определяет экономический рост в стране? Он министр экономики, он не знал, как ответить на этот ключевой вопрос его министерства. Как вы будете обеспечить экономический рост в стране? 3,5% свыше мировых. Это 3,5% – это мировой рост в прошлом году. Как вы будете? Значит, он профнепригоден, не годится. Вторая вещь. Если такие высокие цены на энергоносители, значит, министр энергетики очень хорошо работает как министр энергетики, как глоббист этого комплекса. Но как государственный чиновник, также отвечающий как член правительства экономических рост, он негодный. Он абсолютно профнепригоден. Потому что его действия антинародные, антиэкономичные. И делают бедным нашу страну. Валерий Валерьевич, я задам вопрос, может быть, такой достаточно примитивный, я бы сказал, обывательский, но мне кажется, самый, наверное, народный. Почему у нас, в нашей северной стране, с таким климатом, с такими огромными расстояниями, и при этом с нашей же нефтью, с нашим электричеством, почему у нас должны быть мировые ценные энергоносители? Ведь это же не лезет ни в какие ворота. Никакая экономика не выдержит. Я предложу говорить о двух сущностях. Первое, это наш нефтяной комплекс, или вообще топливно-энергетический комплекс. Здесь я с Юрием Алексеем соглашусь, что наша нефтяная отрасль, она достаточно передовая, конкурентоспособна, особенно в сфере нефтедобычи. Второе, это внутренние рынки, или вообще внутренняя экономика, экономическая политика в стране. Если в предыдущие годы, я бы сказал, что это оценки около тройки, по пятибалльной шкале, то сейчас мы видим, переходим в сторону двоек, снижаемся до этого. Если говорить о цели полагания, то низкие цены, не низкие, а сбалансированные низкие цены, они полезнее для российской экономики, чем высокие цены. То, что сейчас коллеги говорили, мы переходим на... То есть, система экономических решений, которые были приняты, они вместе проводят тому, что мы сами себе ставим высокие цены. Для чего? На самом деле это никто не объяснит. Кончается, если начать разбираться, то там аргументы будут уровня такого, зачем нам субсидировать Беларусь? Может быть, мы и себя заодно не будем субсидировать, то есть там теряем. А то, что мы субсидируем другие страны, то, что мы субсидируем какие-то там сектора экономики или там неэффективные виды деятельности в нашей экономике, это же мы тоже делаем, да? То есть нет цели полагания и опора на некоторые решения, которые там в одной логике принимались, а действовали на все. Например, вот скачок цен последний на бензин, он был вызван тем, то, что приняли решение в сфере макрофинансовой политики о бюджетном правиле, о том, что мы хотим уйти от быстро меняющегося курса рубля в зависимости от цен на нефть. Мы его стараемся стабилизировать, за это мы платим ресурсами финансовыми, которые тратятся на поддержание стабильного курса. Так совершенно никто не подумал о том, что это еще скажется на внутренних ценах, которые через механизм инфляции потом на самом деле на экономический рост еще давят. То есть решение было совсем не сбалансирован, никто не подумал о втором и третьем шаге. И поскольку экономическая политика на самом деле не меняется уже долго, нельзя отказываться от тех решений, которые были приняты в рамках текущего кабинета министра, текущего правительства расширенного, если взять всю исполнительную власть или вообще всю власть, то все эти решения, они на самом деле тормозят нормальное экономическое развитие. Дмитрий Вакадович, а на ваш взгляд, вот как на нефтегазовой отрасли сказались санкции? Вот сейчас мы уже знаем, по словам уважаемого Олега Дерипаски, что на алюминиевой промышленности и на автомобильной промышленности они сказались катастрофическим образом, хотя это, в общем-то, отрицалось. А вот на нефтегазовой отрасли? Ну, во-первых, я вот не вполне бы согласился с тем, что, значит, никто ни о чем не подумал. Я думаю, что как раз эта долгосрочная стратегия, вот еще заложенная там Гайдаром Чубайсом, но самое главное даже не ими, а внешними консультантами, еще тогда, вот надо встраиваться так, чтобы секторами, да, по частям. И, кстати говоря, пример Русала хороший, здесь уже, так сказать, такой крайний случай всей этой модели. То есть, ну, если вы так устраиваетесь частями, то давайте уж мы тогда поролим у вас алюминиевая промышленность, тем более вы 80% алюминия на наш рынок поставляете. То же самое происходит и с металлами, то же самое происходит и с нефтью. Мы большую часть нефти и значительную часть нефтепродуктов поставляем на экспорт, и вот как раз процветание нефтяного сектора в значительной мере с этим связано. Но, на мой взгляд, это процветание, оно такое, как бы, ну, у меня не внушает долгосрочного оптимизма, именно потому что ключевые компетенции даже в этом секторе отданы внешним аутсорсерам. Шлемберже, Холлибертон и же с ними, так сказать. У нас нету, вот, как, опять же, министр энергетики вдруг неожиданно, так сказать, публично сказал, что у нас, оказывается, нет ни одного флота гидроразрыва в пластах, ключевая сейчас технология по сложным месторождениям. И вообще мы геологоразведку, бурение с удовольствием отдаем. И степень износа основных фондов в этой промышленности для нас ключевой бюджет, образующий нефтяной и газовой за критичные уже по ряду параметров. Поэтому, на мой взгляд, ничего хорошего, такого благостного здесь нет. И мы должны понимать, что, что касается санкций, теперь мы видим, на чем, то есть не только на Русале отрабатываются механизмы. В данный момент они отрабатываются на Иране, Венесуэле, и причем не только в сырьевом энергетическом секторе, но и в финансовом. Впервые за очень долгий период, ну, после Каддафи, это первый случай, когда Центральный банк Венесуэла напрямую сейчас включен в санкционный лист и с ним запрещены все отношения. Вот, поэтому я к чему это говорю, что никакой благостности и такое понимание, что мы обо всем договорились и нас не будут трогать, по-моему, быть не должно. И мы по ряду параметров очень сильно зависим. И то же касается IT, скажем, сферы, у нас ключевые, то, что называется АСУП, автоматизированная система управления, они тоже импортные, в этом секторе тоже. Это САП, Оракл там и все прочие. И поэтому здесь то, что называется импортозамещение, как бы идет и уже какие-то меры принимаются, но это все в самом начале пути. Самое главное, что не факт, что в этом есть какой-то большой интерес компании. Компании очень действительно по отдельности очень сильно интегрированы. Они имеют очень высокую долговую нагрузку, скажем, Роснефть, флагман, почти 5 триллионов рублей долг при капитализации меньше 4 триллионов. И также у остальных, Газпрома и так дальше. Поэтому здесь не так все легко и просто. И, конечно, мы можем наращивать и дальнейшую добычу. Проблем нет. Но только мы не потребляем внутри. Если мы бы развивали экономику, да, у нас хорошая сейчас после модернизации заводов степень переработки, но тоже как пример, вот самый ведущий завод мы сейчас бесплатно отдаем Азербайджану за долги, да, так сказать, который был создан, имеет степень переработки 98%. Юрий Алексеевич, то, что происходят какие-то позитивные перемены, замечательно, то, что оборудование модернизируется, это здорово, но ведь, насколько мы знаем, сейчас практически все оборудование в этой сфере импортное, а в нефтяной сфере, в нефтегазовой сфере есть огромные деньги, вот есть какие-то мысли вкладывать их в производство своего оборудования, ведь завтра запросто могут нам все отключить, мы уже это наблюдаем по другим отраслям. Во-первых, хотел сказать, что нефтегазовая отрасль это единственная, пожалуй, отрасль в 90-х годах, которая не легла под иностранцев, у иностранцев нет контроля в пакетах, собственности ничего нет. Хотя попытки были, я вспомнил Ходорковского июля, это были попытки через энергетическую хартию затащить, и были другие, но нефтяники и газовики отбились, вся нефть, все недры, все это происходит только российским компаниям, это первое. Ни один нефтеперерабочий завод не принадлежит какой-то другой стране или кому-то еще. Это второе. Третье. Здесь было сказано, что что-то отдали Холибертону, значит, Шумберже. Это нефтесервисные компании, они постепенно вытесняются, потому что сейчас ведущие места стали занимать наши. Не знаю, где вы слышали информацию, что флотов нет этих, и погибким, и где погибким трубам по калтюбингу и по гидроразрыву полоста. Сейчас происходит локализация даже. Происходит как раз в нашей компании, но это небольшой сегмент, небольшой сегмент нефтесервис. Это так, копейки. А заводы, которые работают на нефтяной компании, они работают, что, по трубам у нас проблемы? Нет, по трубам проблемы, по кабелям нет, по кипу есть проблемы? Тоже нет. А мы разве трубы сами производим? У нас Волжский завод производит трубы для газопроводов и другие, насосы, компрессные, абсидные трубы у нас производятся, поэтому я бы здесь не стал говорить, чтобы вообще все плохо. Дальше, значит, буровые станки более-менее где-то закупаются, допустим, оборудование для каратажа тоже свое, ну, я бы не сказал, что уж совсем мы там что-то не импорты заместились. Да, конечно, отдельные сегменты, по отдельным сегментам оборудование закупается. Например, в Туапсе построили новый завод, совершенно новый завод, там пришлось закупать, допустим, вот у нас будет там, когда, наконец, его докуют, там, шесть установок по производству такого, флексикокса в мире есть, шестая у нас, передовая вещь. Европейский Союз закупает 66% по данным Европейской комиссии дистоплива по импорту, только идет из России. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у нас построены комплексные заводы, которые под ноль дают серу, так, и все гидроочистки, и гидрообесеривания, все есть, это серьезные дорогие установки, это все построено. Бензины у нас все по евро 5, пожалуйста, производит страна. Это что значит? Значит, пустили изомеризацию установки, гидроалкилирование, К3 формы, построили же, сделали. Хорошо, что у нас все это есть, все-таки мы нефтяная страна. Ну, естественно, я сказал с самого начала, что вот сейчас, когда очень часто говорят, вот, нефтегазовая отрасль, мы сидим на нефтяной игре, давайте сидеть на машиностроительной, а где машиностроители? Давайте сидеть на электронно-вычислительной игре, где они? Вот эта психология, что купим, она и сыграла роль, что машиностроения нет. Вот стоит чихнуть нам, даже в этой, я говорю, не нефтяной, а газовой промышленности, чихнуть. Лопатки, лопатки, газовых турбин не поставить, это и горячие камеры, не только электроэнергетика, даже транспортная, транспорт, газотранспорт, все останавливается. Чихнуть, я не знаю насчет этих насосов высокого давления для гидроразрывов, кажется, мы тоже еще не научились делать эти насосы, а это основная технология сегодня повышения нефтедобычи. Это только чихнуть, это можно только говорить, мы говорим о средней технологии, вот традиционной технологии, а хай-теков у нас, к сожалению, нет. То же самое, вот я про Ленгриевичу сказал, ну, слава богу, про атомные у нас более-менее своя атомная, но атомная доля у нас составляет производство 19%, у нас основная газовая энергетика, мы газовая энергетическая страна, а там у нас полный просер, потому что у нас нет своих газовых турбин. Только сейчас начали говорить о том, что будем газовые турбины, серийные дела, те, которые были сделаны в мире 30-летней давности, 30-летней давности, вот эти свои турбины, газовые турбины, 170-180 мегаваттные турбины. Вот это показать, почему? Да, потому что выпускники инженерных институтов нет работы. Нет работы. Эти, почему идут в экономисты юристы еще, почему экономисты? Да, работы у инженеров нет. Потому что, Даже, кстати, работа нет, даже авиационных инженеров, мы говорим, свои авиационные промышленности, которые угрохали, там нет работы. То есть, то, что называется интеллектуальная сила нации, это инженерные науки. Конечно, физико-математические инженерные вещи, и она ослабела. И вот этой политики, она связана не только с государственной политикой, но и бизнес-политикой, экономической, бизнес-политикой, о том, что надо развивать собственные заводы, начиная со студенческой скамьи, вот этого нет. Лозунги есть, а результаты нет. И лозунги дальше. Сколько доли своей прибыли, своей выручки дают на Нирокры? Как свою промышленность? У нас в разы меньше, чем в Китае и в Соединенных Штатах. И в Европе даже. Об этом скромно говорят, потому что почему так? Огромная жадность, патологическая жадность возникает у собственников только себе. Только себе. И, конечно, перевернутая экономика. Пожалуйста, нефтегазовая отрасль создает примерно 60% нашего в доле экспорта. Мирового экспорта, в нашем экспорте. 60%. 50% это нефтяная, нефтеперерабатывающая, и примерно 10-12% газа. Экспорт. Вот мировые цены там. Внутри цены должны быть такие же пересчитаны по доллару паритет покупательства как в Соединенных Штатах. То есть, в 2-3 раза дешевле СМЧС. И тогда экономика будет, тогда мы будем выгодны. Внутри страны и за рубежом. За рубежом не продажи бензина и даже продажи бензина здесь свои экспорты и почты а свои продукции, которые мы сделаем. Конечные продукции. А вот на ваш взгляд, насколько мы население России теряем с каждого барреля, грубо говоря, может быть, немножко грубоватое слово, насколько нас обкрадывают? Отвечаю. Ровно это посчитал. Я посчитал вывоз капитала за границу последние 10 лет. В среднем 67 миллиардов, миллиардов долларов в долларах Центрального банка в среднегодовые вывозы. При средней цены барреля нефти за это время 78 долларов за баррель, получается, что одну треть 26 долларов за баррель остается за границей. Вот 26 долларов из этого дела остается за границей. Это, конечно, касается не только нефтегаза, это всего экспорт. Там, конечно, оставляются за границей и металлурги, разные металлурги, потому что у нас 92 процента это все только сырьевой экспорт. 8 процентов не сырьевой. Кстати, этому экспорту можно отнести и пшеница, тоже сырье. Поэтому, ребята, и вот это вот, я посчитаю, везде, я говорю, это полная чушь и глупость сравнивать наши цены по доллару Центрального банка. У нас есть, в экономической науке, есть параметр. Паритет покупательства способность доллара. 24 рубля в прошлом году, 24,30 в прошлом году. Не 65, а 23. По нему посчитаете, вы увидите, в каких ценах мы живем. А все остальное снимается с населения. Потому что все товары, продукты, которые мы производим в год, сравнивав в ценах в Соединенных Штатах и в американских долларах, пересчитывая, получается 24 рубля. И никакого отношения не имеет доллар Центрального банка к этому пересчету. Валерий Валерьевич, а на Ваш взгляд, насколько эффективны частные нефтяные компании? Ведь говорят, что во всем мире, практически кроме России и Соединенных Штатов, нефтяная отрасль, нефтегазовая отрасль, да электроэнергетика, они находятся в государственных руках. У нас же во многом они находятся в частных. Вот на Ваш взгляд, насколько это эффективно и не следует ли как-то это положение привести к мировой практике? Мы же любим мировую практику. Эффективность определяется не только формой собственности, кому принадлежит компания. То есть правила того, как функционируют рынки, они тоже влияют. Например, у нас вроде бы частная электроэнергетика. Это сейчас наиболее актуальный вопрос в отраслях ТЭКа, поскольку там все очень плохо и принятые решения делают совсем все плохо. Может, мы попозже вернемся. Так вот, частные компании при этом сами они инвестировать не хотят. Зарабатывают большие деньги, в том числе, здесь говорится о выводе капитала с зарубежья. Что это такое? Это с плохо функционируемых рынков монопольная прибыль какая-то может вывозиться. Это вывозится приедаемый основной капитал. Амортизации все съедаются. Да, и это из со всех отраслей, не только с сырьевых отраслей. Так вот, эффективность отраслей, эффективность компании определяется не только, частные, не частные. И если говорить о наших отраслях, нефтяной, электроэнергетики, теплоснабжении, то я бы предложил следующие подходы. Мне кажется, в теплоснабжении надо стремиться к приватизации этих секторов. У нас все эти годы, по сути, доминирует госструктура. Там около 70-80% собственности. Это муниципалитеты, регионы, или государства. Слово приватизации давно уже стало ругательным. Ну, передача в частные руки. Отрасль оставалась государственной. Она стабильно убыточна. Там около 10% отрицательная рентабельность. И постоянно требует субсидий. При этом, если начинаешь разбирать конкретную систему теплоснабжения, видишь, где там воруют. Либо на топливе, либо убыточные трубы теряют тепло. И так далее. Если говорить об электроэнергетике, у нас сейчас все в частных руках. Все компании, вся генерация. Сети у государства. И там, и там высокая неэффективность. Кроме того, управление со стороны Минэнерго, со стороны Совета рынка. Это не коммерческое партнерство. По факту, это есть часть госуправления сектором. Поскольку там такие государственно продуманные решения. А по факту, частники, которые сидят в генкомпаниях, в генерирующих компаниях, в производстве электроэнергии, они продавливают такие решения, которые бы им увеличивали прибыль. Которые бы их... Риски уменьшали, а прибыль увеличивали. Переходим к нефтяной отрасли. С частью тезисов соглашусь, с частью нет, коллег. Но еще раз, компании как бизнес достаточно эффективны у нас. Еще раз, они конкурентоспособны в международном рынке. Происходит, если говорить о вкладе, один из важнейших вкладов нефтяной отрасли в экономику, то, что мы покупаем продукцию и услуги у отечественной промышленности, у отечественного сектора услуг. Я бы сказал так, там около 9-10 сегментов в нефтесервисе, то есть это все затраты на добычу, которые отдаются на аутсорсинг. В 2-3 сегментах мы, в 6-7 мы конкурентоспособны, в основном, преимущественно российские технологии. В 2-3 мы зависим, это один из ключевых, это бурение IT. И сложное оборудование, основные установки для нефтепереработки, это все импортно. Но там идет локализация, она достаточно успешно идет относительно, скажем, электроэнергетики или большинства других российских отраслей. Дмитрий Аркадьевич, но все-таки, тем не менее, вот эти компании, там, скажем, Роснефть, они по факту государственные или частные? И насколько критично, что в советах директоров у нас практически везде заседают иностранцы? С точки зрения бизнеса, сырьевого придатка, продажа зарубежных энергоносителей, это все, наверное, замечательно. А для страны это насколько эффективно, насколько полезно? Ну, еще раз, на мой взгляд, здесь форма собственности. Вот было сказано, что нефтяники сохранили, государственная собственность. Ну, во-первых, доля зарубежного капитала очень значительная. В Роснефти 40 с лишним процентов, сейчас под 50. Из 11 членов соединенных директоров 7 или 8 иностранцев. Но дело даже не в этом. Это как бы формальная сторона. Но содержательная сторона – это поведение и система интересов. Вот то, что Булат Радханович сказал, я считаю, это принципиальный вопрос. Почему такая высокая маржинальность? 40% у некоторых доходит до 50% у металлургов. Норникель, Потанин из выручки в 6 миллиардов, 2 или сколько, 3 заплатил в дивиденды по прошлому году. И так поступают все. Они практически всего прибыль сейчас как подорванная, значит, выплачивают себе и часть, вот, скорее всего, амортизации. То, что не окна, не платят ничего. Кстати, у нас дивиденды, насколько я помню, по ставке 9% облагаются. Нет, 13. Взыводные доходы 13%, а дивиденды 9%. То есть, это некоторый такой, на мой взгляд, так же, как госбанкиры, и так же вот эти вот наши сырьевые генералы, они встроены в такую систему, мотивацию, что они себя чувствуют суперчастниками. То есть, на самом деле, госбанкиры же как, например, устроены, и сейчас нефтяники к ним подтягиваются по этому параметру. Они все прибыли приватизируют, и, так сказать, в том же виде вывозят, используют. А убытки перевешивают. То есть, если госбанку какому-то нужна докапитализация, из-за того, что он путем, в том числе, рейдерских захватов в промышленности накопил убытки, плохие кредиты, он приходит в государство, то выплачивает ему. Так же сейчас нефтяники говорят, у нас часть месторождений сложная, давайте нам долгосрочные льготы в совершенно невиданных масштабах. Поэтому я к чему это говорю? И симбиоз заключается еще в том, что эта система интересов еще и с нашими денежными властями в лице Министерства финансов Центрального банка. Там бюджетные правила, которые держат отсечку 40 с небольшим долларов, все остальное в кубышку, в валюте, и Центральный банк. То, что коллега имеет в виду, то, что из, скажем, цены 70-80, только 40% идут в экономику, остальное складывается, и вот то, что под низкий процент в США условно складывается. То есть, сверхвысокая маржинальность, которая якобы суперпупер, так сказать, эффективность и результат невиданных трудовых успехов руководства этих компаний, это в значительной мере львиная часть, это легко тоже эконометрически показать, именно за счет разницы между ППСом и, так сказать, реальной ценой. А что такое ППС? Это политик покупатель способный. То есть, это то, что сколько рубль должен был бы стоить без вот этой вот всей политики Центрального банка. В цене, в ценах Соединенных Штатов доллара Соединенных Штатов. Вот взяли наш и в Соединенных Штатах. Вот как и там. Дорогие друзья, я вас хочу познакомить с результатами голосования, которые мы привели на нашем сайте. Вот такой вопрос поставили. Почему в России растут цены на бензин? В силу законов рынка 5% из-за повышения акцизов, 5% из-за жадности нефтяных олигархов 90% и затронулись ответить 0%. Юрий Алексеевич, на ваш взгляд, насколько справедливы такие результаты голосования? Может быть, они как-то грубовато выглядят, но особенно в сфере того, что когда цена на нефть растет, цены на бензин у нас растут. Когда цена на нефть падает, цены на бензин опять у нас растут. Благодарительности. Вот это какой-то феномен. Я, например, как конечный потребитель, как человек, который ездит на машине, я постоянно вижу вот эту ценовую нагрузку на меня. И я тоже с чистой совестью, честно говоря, не знаю подробностей, проголосовал за третий вариант. А как бы вы могли прокомментировать? Вначале, если можно, два комментария к выступлению коллег. Ну да, вкратце. Вкратце. Во-первых, в мире нефти страны делятся на неттоэкспортеров нефти и неттоимпортеров. Все страны неттоэкспортеры нефти имеют только одну компанию нефтяную, которая контролируется государством. У нас их много. Значит, это маленький сюжет для размышления. Да. И второй момент, когда говорят о том, что почему цены на энергоносители в России высокие, на газ, на топливо, я хотел бы обратить ваше внимание, вернуть на лет 10-15 лет назад, когда Россия должна была выполнить все регламенты по вступлению в Всемирную торговую организацию. Да. При обсуждении вопросов о справедливой конкуренции заявлялось Россия, вы должны повысить цены для физических лиц, как стоимости газа, так и энергоносителей. Почему? И сравнять с юридическими лицами. Почему? Иначе ваша экономика будет заранее конкурентоспособной, мало тратишь топливо, дешево, продукт получается дешевый, и ты забьешь всех на нашем справедливом мировом рынке, который, так сказать, под зонтиком Всемирной торговой организации. А теперь, что касается вот этих вот оценок, я имел некоторое отношение к спорту, и всегда эти оценки обрубал, как по Гауссу, знаете, скрывая, отрубается самая высокая и самая низкая оценка. Конечно, 90% это эмоциональная оценка, потому что никто не знает, все знают только из газет или еще откуда-то, насколько жадные нефтяные олигархи. Люди видят рост цен, и вот из этого это, конечно, людей злит. Рост цен людей злит, потому что несбалансирована экономика, диспропорции ценовые и прочее. Поэтому здесь не только нефтяники виноваты, ведь надо признать честно, нефтяные компании, газовые компании, очень много финансируют различные социальные вещи. Вот куда они приедут в любой нефтяной город? покупают футбольные команды. Если бы они финансировали социальные вещи, я бы с этим был согласен. Давайте поезжайте, например, город Ноябрьское был. В городе Ноябрьское «Газпромнефть» построил для своих людей спортивные залы, клуб спортивных действий, он никакого хоккеистов не покупал, никого. Честь им и хвала, но просто насколько социально ориентированные траты и, скажем, траты типа социально ориентированных, но которые не нужны, кто это контролирует? Я согласен с вами. Вы понимаете, это вывеска, а другое дело изнутри. Мы же не знаем, и в газетах это очень не звучит, а сколько зарабатывают, какие дивиденды собственники этих компаний за счет государственной нефти, нефти государственная. Это же не видно. Это все очень такое. А эти вот такие игрушки, типа какую-то клубку сделали коробку для хоккеистов или даже форму купили. Это же пиар. И это для обывателя может играет роль, но для меня абсолютно не играет. Мы же не знаем много для них отелей мало. от своих прибылей они отложили. 1%, 2% или 50% мы же не знаем. Пока они скажут не это, тогда бессмысленно говорить. Я скажу и скажу. Я хочу сказать еще. Я хочу сказать следующее. Ведь в конце концов мы граждане своей страны. И то, что 10 лет экономика не растет, средний рост экономики 0,7%. не растет она. Вот 8-й год и 18-й год. И видим, что ближайшие 10 лет при этой экономической политике не будет расти. Мы говорим, что виноваты нефтяники. Я говорю, нет. Правила игры устроили такие. Так устроена государственная власть, которая была пролоббирована нефтяниками и другими интересантами, чтобы так было устроено правило игры. Поэтому первая составляющая, огромные претензии, я отношу к государству, правительству, к государству власти, думе, которая принимала таких закон пролоббированными огромными деньгами, потому что формируются огромные деньги, иначе получаются денежные силы и влияние. И в результате этого фразы произносятся красивые, а результата нет. Ведь в чем беда этого результата? Беда в следующем, что если американцы растут до 3%, экономика в 5 раз больше, чем наша. Не в 15 раз, а в 5 раз, если правильно считаю. Если 6% растет Китай, экономика больше нашей в 6-7 раз, и даже Индии, которая экономика уже стала больше, чем наша, это значит, что мы отстаем. Отстаем по всем показателям, и наше влияние в мире, несмотря на все ущерения нашего президента, и нашего боевого задора, естественно будет слабеть. А что такое это? Слабая страна, значит, очень высокий риск потери территории. Каким бы оружием мы не закрывали, мы не сможем защитить просто диффузии, продвижение нашего со всех сторон. И это беда. Валерий Валерьевич, а вот скажите, знаете, сейчас как-то не очень об этом принято говорить, насколько вот эти богатства должны принадлежать народу. Ведь посмотрите, в Саудовской Аравии огромная часть от нефтяных доходов идет, что называется, на народ. Правда, там говорят, что это семьи шейхов и прочее. Есть Норвегия, где безработный получает пособие на наши деньги 210 тысяч. Ну, там может быть и цены немножко другие. Но почему с нефтяных доходов у нас ничего не достается народу? Вот, например, я уверен, что мы все присутствующие ни копейки не получаем прямых денег с нефтяных доходов. А почему? Я получаю. Ну, может быть, вы просто работаете в этой отрасли. Я работаю в бюджетной сфере. На самом деле нефтяная, нефтегазовая сфера достаточно много платит денег. Вопрос в том, как их перераспределять в экономике. Можно делать, как в некоторых странах, низкие цены на топливо. Получается, мы субсидируем людей, которые есть на больших машинах, субсидируем неэффективные предприятия, которые много тратят, но потом случится ценовой шок или еще что-то, они станут резко неконкурентоспособны. То есть, это не самая выигрышная стратегия. Вторая, это перераспределять через бюджетную систему или через другие системы, типа как фонд будущих поколений в Норвегии. Здесь зависит от качества госуправления этим фондом. Например, наши, мы знаем, пенсионные фонды, они ниже рынка работают, они убыточные, то есть, деньги, которые отдаются, они растут меньше, чем если человек сам бы управлял наверно большинство. То же самое бюджетная и желание людей иметь низкие цены на топливо говорит о том, что мы не верим, что те деньги, которые через бюджетную систему распределятся, эффективно дойдут до населения. Конечно, до нас не доходит про качество. Поэтому баланс, условно говоря, те цены, которые сейчас сложились, это цены, которые, по сути, установлены в государстве, я говорю про цены на бензин, да и про цены на электроэнергию, это, на мой взгляд, это предел. Не надо сейчас пытаться назад национализировать электроэнергетику или, наоборот, приватизировать какие-то структуры, но понять, что эти цены высокие, они даже не то, что ниже инфляции должны, мы должны нацелиться на то, чтобы эти цены снижались и принимать правила, по которым функционируют рынки, такими, чтобы это стимулировало снижение. Не то, что у нас в электроэнергетике освободилось триллион, два триллиона платежей, давайте их потратим, сделаем инвестиции, инвестиции же это рост экономики. Нет, надо создать так, чтобы инвестиционный процесс в отрасли был такой, который бы повышал эффективность, повышал структуру загрузки, сбалансированную работу всех типов электростанций, приводил к тому, чтобы генераторы конкурировали, неэффективные мощности вводились, эффективные вводились, и это приводило к снижению цен. Отвечало государственным интересам. Это интерес всех участников государственных и производителей. В принципе, что бы вы могли сказать против такого довода КПРФ, который мы постоянно повторяем, против национализации нефтяной отрасли, особенно в свете того, что почти везде это отрасли государственные, и в свете, опять же, последних событий в алюминиевой промышленности, в группе газ и прочее, ведь сейчас у нас и нефтяную отрасль могут начать отнимать. Вот что можно возразить? Или, может быть, наоборот, можно согласиться? Нет, но национализация любой отрасли, она может быть вынужденной, если действительно реагировать адекватно на угрозы, потому что... Но вот раз жизнь не заставляет нас сейчас. Нет, но еще раз, мы должны понимать, почему с «Русалом» произошло, как произошло, и то же самое с нефтянкой. Когда у вас нету достаточной внутренней экономики, и вы ресурс 80% поставляете на экспорт, на чужой рынок, да, то вы обязаны, хотите, вы не хотите, значит, правила игры этого внешнего рынка принимать. Если вы этого не делаете, то тогда вы под риском того, что вас в один момент с этого рынка попросят. Поэтому, вот я вот хотел бы тоже два слова сказать вот на эту. Я бы, конечно, сказал, что повышение акцизов значительную часть, но вот мне кажется, интуитивно правильный ответ на этот вопрос, потому что на самом деле, вот, Балатасканин говорит, что трудно понять, на самом деле все это записано в документах корпоративных, есть дивидендные политики везде утвержденные и практически везде во всех компаниях сейчас больше 50% чистой прибыли, в некоторых 75, в некоторых 100, а есть даже компании, в том, что государство не записано, что даже если прибыли чистой не хватает, то все равно дивиденды не могут быть ниже определенной высокой планки. То есть, это некий пылесос на эти внешние рынки. А почему не идет все государство? Вот понятно, конкретные люди обогащаются. А с точки зрения государственных интересов. Государство предоставляет такую льготную, дивидендную политику. 9% у вас облагается, вам выгодно просто это все увозить и под предлогом того, что здесь некуда вкладывать эти ресурсы, здесь некуда эти мощности модернизировать, незачем. Это все как бы замкнутый круг, на самом деле он сознательно и специально замкнут. для того, чтобы внутренние сектора сокращались и высвобождали ресурсы для внешних. Поэтому национализация является, даже если и нужной мерой в определенных условиях, но только одним из элементов. Надо понимать, для чего это производится. Нужно стратегическое планирование по развитию экономики и понимание. Некоторые вещи действительно реально серьезные происходят. есть некоторые компании типа Новотека, у которых доля инвестирования в выручки очень высокая, выше любых мировых. Сургут нефтегаз. Сургут нефтегаз. Но это ведь надо понять, что сейчас, когда они в стадии развития, а когда они сейчас закончат это дело, будет точно так же, как все остальные. Это живем, увидим, как говорится. Как раз увидим это. Игорь Алексеевич, на ваш взгляд, все-таки мы живем при относительно рыночной экономике. Но тем не менее, вот сейчас правительство договорилось с нефтяниками о заморозке цены на нефть. Ну не сейчас, а уже некоторое время назад. На нефть? На бензин. Естественно, на бензин. Сейчас это соглашение продляют. Но я к чему? Чем дольше держат цены на бензин нерыночными методами, тем сильнее они потом рванут. Есть ли опасность, что цены достигнут каких-то критических параметров? А что такое заморозка цены? Нефтяники постоянно говорят, что жизнь не стоит на месте, нам надо увеличивать, оправдывать наши издержки, а мы не можем этого делать. Мы потом будем вынуждены повысить цены, не до 100 рублей, хотя такие цифры тоже называли, до каких-то страшных параметров. Вы знаете, я проанализировал, готовился к передаче, сегодня утром получил вопросы и просмотрел цены на бензин, которые были в Российской Федерации за последние 10 лет. И параллельно читал прогнозы. И, как правило, прогнозы шли с большим завышением. Например, прогнозы на 2018 год были, что у нас 92-й будет 51-30, а 95-й 55-й на самом деле гораздо ниже. Так что здесь надо очень внимательно смотреть и внимательно прогнозировать. Теперь, что касается, почему вот эта заморозка. Понимаете, у нас традиционно в Российской Федерации, когда начинается сев и когда начинается уборка урожая, цены, как правило, стараются держать. Ну, что вот сейчас вот, ну, повыситые сейчас цены, как скажут нефтяники. Колхоз пошел сеять просо. В чем будет брать? Под какие кредиты? Понимаете? Поэтому у нас всегда, посмотрите, вот, прочитайте газеты, все всегда весной стопорнут для того, чтобы сельхозпредприятия работали. Они работают в каких условиях? Я помню прошлый май, когда как раз цены выросли очень существенно. Помните? Тогда уже все прошло, закончилось. Просто надо иметь в виду вот этот психологический момент. У нас традиционно. Вот возьмите там с 40-х годов и до нынешних. Почему? Потому что различные сельхозусловия, они работают на кредитах, на сельскохозяйствах. Поэтому этим частично можно объяснить то, что вот стопорнули. То, что будет потом, я не думаю, что прямо вот скакнет куда-то, потому что все понимают, что не надо бы этого делать. Естественно. Поэтому иногда надо прижимать. В этом ничего страшного нет. Это же как раз в этом ничего страшного нет. Есть политика протекционизма, она прописана во всех учебниках экономики. Иногда государство говорит стоп. Я еще раз говорю, коллеги, то есть это не критично для нефтинной отрасли. Конечно, не критично. Я думаю, что не критично. Я ведь не видел их расчеты, бухгалтерские книги. Кстати, это секрет. Это коммерческая тайна. Они, извините, а почему они должны для внутренних цен коммерческой тайны? Вот возьмите Соединенные Штаты, вы принадите с Горсбухом, там вас этот аудитор душу снимет, печенку сожрет, прежде чем вы докажете это дело. У нас же другая вещь. Пришел, рубль дал и закрыл. Дело в том, что все отчеты всех компаний вывешены на сайтах. Пожалуйста, читайте. Это публичный документ. Это все прописано. Сколько отдали на социалку и сколько взяли. Кстати, сколько денег распределено среди Совета директоров по дивидендам. Все там цифры стоят. Нет никакого секрета. Я не это говорю. Я говорю о себестоимости. Я хочу вот это составлять. Это составлять структуру себестоимости. Очень подробно. Вот возьмите отношение к этим себестоимостям, потому что там тоже очень жесткая система в Соединенных Штатах и в Европе тоже, чтобы так сказать спокойно можно было о коммерческой тайне говорить. Нет коммерческой тайны внутри этих компаний. Не должно быть. Потому что нет конкуренции серьезной. Да, Владислав Кандаш. Я вас хочу немножко о другом сказать. Поскольку время программы к сожалению подходит к концу. Такой основополагающий вопрос. Вот почему в Советском Союзе, я например даже прекрасно помню, цены на бензин были низкие для конечного потребителя, и они не зависели от нефтяной конъюнктуры мировой. Потому что экономика не зависела от нефтяной конъюнктуры. Во-первых, это правильно, что она зависела, но не так сильно, как сейчас. Она зависела. Пропорции. Зависела. Значит, мы экспортировали, весь Советский Союз экспортировал 100 миллионов тонн нефти. Это вот последние годы 100 миллионов. Сегодня мы из России экспортируем вместе с нефтепродуктами в среднем последние 10 лет 390 миллионов тонн вместе с нефтем. 4 раза больше, чем Советский Союз. 390 миллионов тонн. Мы добываем примерно 550, из них 400 с нефтепродуктами из 400 на экспорт. То есть, это примерно 3 четверти этого нефти мы за границей. И вот мы обсуждаем для внутреннего рынка эту одну четверть. И вот эту одну четверть все равно облагаем высокими ценами. там мировой там их интерес там и поддерживать должны. Там поддержите государство, власть, органы и оборона и войска должны поддерживать. А внутри сделайте дешевый. Сделайте, чтобы 147 миллионов человек и наша экономика, которая считается пятой в мире должна стать четвертой по Путину. Развивалась. Это вот первая. Вторая вещь. Были прекрасные майские указы. год прошел. Ноль. Бедность увеличилась. Экономического роста нет. 120 миллионов квартир в год, миллион квадратных метров в квартир должно быть выйти примерно в 22-23-м. Даже не видно, потому что ипотека возросла в цене. Ни одного ожидаем права жизни осталось 73 и больше. В 2019 году смертность повысилась. Это все. Никаких 7-8 лет нет. Это должно беспокоить президента, правительства, премьера, само правительство. Как мы выполняем указы начальника, президента страны, которому доверил народ. 70% проголосовало. Этого нигде не обсуждается. Это так, между прочим. А каждое заседание правительства должно быть закрыто. Что мы сделали для, или хотя каждый месяц, что сделано для выполнения указа президента. Идет некая суета. Некая суета и больше ничего. И некая, ну, слава богу, Володин спросил этого Орешкина. А ведь год, еще год пройдет и дальше. Ведь надо голову снимать. Готовы ли голову подложить на плаву свои головы наши министры? Я не вижу. У нас как-то это не принято. Не вижу на плаву. Готовы ли положить головы наши новые юные губернаторы, которые за это отвечают? Сейчас идет обсуждение только о том, кто в стадии риска. Выборов не выборов этих 6-7 этих новых губернаторов, назначенцев. А ведь в их программах первая задания. Как эта данная область будет выполнять указы президента? Этого же нет. Вот это главное. А почему я говорю это? А если вы делаете такие вещи государственные, пенсионные реформы, НДС и прочие составляющие, у которых последние сегодня 3% населения богатых, не сверхбогатых, имеет 90% всех финансовых ресурсов. Причем это оценки, не коммунистов. Высшая школа экономики наконец-то. Слава богу. Что это значит? 97% ничего не покупает. У них нет денег покупать. Нет роста экономики. Об этом надо говорить. Об этом должно быть тревоги в глазах у президента, у правительства, у элиты, у экономической элиты. А что мы имеем? Ничего. Мы начинаем рассказывать о мелких вещах, о сутевых вещах не обсуждаем. Вот это я хочу сказать. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Все сутевые вещи те или иные сильно влияют на то, что называют выполнением президента. Будем возвращаться еще не раз к этой теме. И я бы сделал вывод, что, к сожалению, от нынешней олигархической системы, очень малоэффективной системе, даже самые эффективные нефтяники, даже самые эффективные профессионалы не могут приносить ту пользу народу, которую могли бы при нормальной, при государственной системе. С вами была программа «Точка зрения». Я ее ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok